Ребятки, всем привет! Рад всех приветствовать на своем канале. Скоро Новый Год, а значит самое время сделать что-то полезное и хорошее. И для этого я немножко пролистал канал, и в прошлом году я примерно в такое же время я разыгрывал свою сборку, с которой я работаю уже на протяжении нескольких лет. Она потихоньку модернизируется, она дополняется. И в прошлом году я ее разыгрывал перед Новым Годом среди всех подписчиков. В прошлом году всем, кто выполнил условия, я абсолютно всем ее раздал. В этом году условия будут немножко другие, но об этом чуть позже, в конце ролика я об этом всем расскажу. Итак, кто не знаком, что это такое, кто вообще первый раз на канале, то это галпсборка, с которой я работаю и с которой я выполняю все заказы, которые только я получаю. То есть, как ее использовать, если мы полистаем чуть выше, мы увидим на канале кучу роликов, где я верстаю при помощи, там где написано галп, то скорее всего это та сборка, о которой сегодня в этом ролике пойдет речь. То есть, в этой сборке собраны основные инструменты и элементы, которые помогают нам в разы ускорить продуктивность и качество нашей работы. Вот. В принципе, на этом вступительная часть заканчивается и можем двигаться дальше. И для тех, кто еще ни разу не был на моем канале, не видел, не знает, то выглядит это так. Вы получаете вот такой архив, вы его разархивируете и переходите в редактор, которым вы пользуетесь. И первым делом, что вам нужно, это установить все пакеты. И ждем, пока все пакеты установятся. Я думаю, это будет быстро. Поэтому можем потихоньку смотреть, что тут есть внутри. Мы можем открыть папочку SRC. Это все основное будет происходить здесь. И здесь есть такая история. Есть папочка Components, Fonts, HTML, картинки, JS, SCSS и файлик Index HTML. Так, сборочка запустилась. Точнее, пакеты установились. Можем запустить. Запускаем командой Gulp. Все. Пишем команду Gulp. Давайте я перейду в приватный режим. Все. Сборка запущена. Сборка работает. Прекрасно. Мы видим, что тут уже что-то есть. Конкретно тут есть уже Navbar. Но давайте сперва по самой сборке. В этом ролике я не буду конкретно показывать все шаги, как я с ней работаю. Потому что, повторяемся, все шаги мы можем посмотреть в боевых проектах. На канале ролики есть. Я еще раз, наверное, если не забуду, то прикреплю. То там именно пошагово, как я работаю с этой сборкой в реальных проектах. Сейчас мы в этом ролике просто осмотрим эту сборку и что в ней есть. Давайте начнем с SCSS. Мы открываем эту папочку. И мы тут видим кучу... Давайте сначала индекс тоже откроем. Давайте сначала отсюда пойдем. Первое, что тут есть, мы видим, что тут есть плагин, который позволяет подключать просто HTML части и создавать отдельные HTML элементы. Это первое, что тут мы сразу видим. Второе, мы видим, что, конечно же, мы сразу подключаем минимизированный сжатый CSS и сжатый JS. Мы еще видим папочку build, потому что сразу при команде galop он собирается, автоматически компилируется. И мы уже получаем готовые для сборки, для продакшена файлы. Но это чуть позже. Итак, мы видим, что сжимается. Мы видим, что подключаются отдельные части. Давайте идем дальше. Style.css. Style.css здесь я просто импортирую те файлы, которые я использую в работе. То есть тут есть какие-то базовые. То есть вот тут глобальные файлы с переменными, со сбросом стилей, с глобальными какими-то стилями. Также есть отдельно, где я подключаю какие-то отдельные части, в том числе вот header, допустим, home для главной страницы, там footer и тому подобное. И также есть место, где я подключаю библиотеки, если библиотека, у нас есть эти файлы локально. Дальше. Дальше мы идем в файлик wars, и это переменные. Здесь очень сильно много переменных нет, но есть какие-то базовые. Во-первых, для цвета я использовал переменные, для бургера, для самой иконки бургера и для шрифтов. И самое главное здесь, это, наверное, вот эти вот несколько переменных. Первые три относятся к ширине контейнера, как зачастую у нас в сайте есть какой-то контейнер, чтобы он всегда был по центру. И у него есть определенная ширина, внутри которой уже идет строиться весь сайт. Вот для этого у меня есть переменные. То есть мы просто берем ширину контейнера и указываем ее здесь. И отдельно указываем паддинги. И это все потом переходит, давайте сделаем спойлер, в вот такую историю для стилей контейнера. Дальше. С контейнером есть, дальше идут в брейкпоинты. Несколько брейкпоинтов, чтобы у нас удобно смотрелось наш сайт на всех экранах. То есть это основные брейкпоинты, только я добавил здесь еще вот такой на 1449, чтобы на маках стареньких тоже нормально все выглядело. Это что касаемо файла переменных. Дальше идем. Rosette CSS. Здесь просто обнуление какое-то базовое. Модальное окно, позже вернемся. Home. Это файл, который мы подключаем и используем его для главной страницы. Header. Здесь у нас уже базовые стили для хедера. То есть мы уже видели с вами, вот есть такой хедер и для него уже прописаны стили. Для чего это все, я думаю, дальше поймете. Global. Здесь какие-то глобальные стили. В частности, контейнер. В частности, для Body. Здесь у нас есть отдельный класс для... Ну, в общем, это для меню возможно делать и так далее. И также маленькая анимация Fade, чтобы все элементы появлялись как-то более интересно. Для футера стили. И здесь Fonts. Это чтобы просто подключать шрифты. Если у нас нет, допустим, на Google Fonts или вы любите больше локально подключать. Как вам удобно. Липс у меня только свайпер. То есть это обычные стили со свайпера. Больше я тут ничего не добавлял. Следующая папочка у нас идет JS. Здесь JS файлики. И здесь мы видим такую историю. Есть внутри папочка Lips. Есть папочка Main. Есть файлик Main.js и Scripts.js. Давайте откроем папочку Lips. И мы увидим, что есть здесь несколько библиотек. GSEP, jQuery. На всякий случай, что может кому-то надо. Scroll Trigger, Smooth Scroll и Swiper. Все это библиотеки. И давайте посмотрим, какие варианты подключения всей этой истории может быть в сборке. Смотрите. Липы закроем. У нас есть два основных файла. Main.js и Scripts.js. Main.js здесь кастомные скрипты, которые мы пишем. То есть у меня изначально тут уже есть скрипт на бургер меню, потому что в сборке, когда ты разворачиваешь ее, она сразу, тут уже есть сразу меню. Потому что меню есть на 100% сайтов, поэтому я его сразу подключаю и потом уже мы от этого отталкиваемся. Окей. Main.js. Здесь, опять-таки, просто функции, которые нужны для какого-то функционала. Scripts.js. Scripts.js это один из вариантов подключения скриптов на сайт. То есть мы видим, что мы через Scripts.js, мы сюда заинклюидили, то есть подключили Main.js, и потом этот Scripts.js мы вот сюда через минимизируем, сама галп это делает, и подключает этот файл. Для того, чтобы подключить сюда еще какой-то, допустим, мы хотим сюда подключить библиотеку GSEP, мы можем сделать то же самое. То есть мы берем, идем в папочку Lips и подключаем GSEP. Таким образом она уже подключится и будет в нашем файле, мы можем с ней работать. Если вам нужно, у вас нет, допустим, локального файла этой библиотеки, и вы хотите его подключить через CDN, это тоже не есть проблема. Вы идете, у меня тут есть, сейчас я покажу, одна библиотечка, которую можно подключить через CDN. Мы просто копируем эту ссылочку и добавляем ее вот сюда. В этом тоже нет никакой проблемы. То есть тут уже на каждое, ну то есть кому как удобно. Может быть некоторые библиотеки нужны только на определенных страницах, и вы не хотите их тянуть на все страницы, а хотите только на те, которые вам надо. Вы можете спокойно это все подключать через CDN. То же самое, что вы можете сюда просто подключить через GSEP, Lips, ту же библиотеку, там, scroll trigger. И в этом нет никакой проблемы. Это каждому как удобно. Меня часто спрашивают, как подключить то или иное. Вот так. Можно еще вариант через NPM, но это только усложняет. Я думаю, я таким вариантом не пользуюсь. Он у меня предусмотрен в этой сборке. Но я им не пользуюсь, потому что мне он неудобен. Мне удобнее либо через вот этот файл, либо просто через ссылочку. И я не вижу в этом никакой проблемы. Это что касаемо скриптов. Дальше. Что у нас есть дальше? Дальше мы это все скроем, пока особо не спойлерим. Дальше у нас есть картинки. Тут все понятно. Нет, что рассматривать. HTML. В HTML я храню те файлы, которые мы можем переиспользовать. То есть, смотрите. У нас, допустим, есть хедер, который, ну, в принципе, всегда на всех страницах одинаковый. Поэтому мы можем его один раз сделать. Мы его тут один раз сделаем. А потом просто через include мы его подключаем. Я думаю, это просто импорты. Все понятно. Fonts. Здесь мы храним шрифты. И самое интересное. Самое вот то, ради чего, в принципе, эта сборка делалась. И почему я ее рекомендую использовать. Научиться ее пользоваться. Или, или. Если вы не хотите пользоваться вот этой моей, там, да, приобретать ее и так далее. Вы можете просто по этому примеру для себя, как вам удобно, придумать какую-то такую вот историю, чтобы вам сократить время вашей работы. Я не говорю, что моя сборка самая лучшая и стоит использовать только ее. И больше ни у кого такого нет. Это эксклюзив. Нет. В первую очередь, это все делается лишь для того, чтобы сократить время работы. И повысить вашу продуктивность. То есть, благодаря этому, я экономлю, ну, много часов своей работы. Потому что все элементы, которые из сайта в сайт повторяются, я сделаю универсальными. И я могу потом их переиспользовать в каждом сайте. И я огромное количество времени экономлю на этом. И давайте смотреть. Папочка компоненты. И первый компонент, который у нас уже есть, это хедер. Он изначально уже встроен. Как его подключать, если он не встроен, я покажу дальше на всех остальных компонентах. Потому что я буду каждый из этих компонентов показывать, как он работает, как его подключить и как с ним работать. Поэтому вы это все узнаете. Хедер изначально подключен. Давайте посмотрим. Он у нас тянется из HTML-хедер. Открываем этот HTML-хедер. Дальше нам для этого нужны стили. Эти стили также, поскольку это переиспользуемый компонент, у меня в отдельном файлике. Открываем хедер. И также для этого нужен логичный, что в JS мы открываем JS. Откуда я знаю, что нужно для каждого из этих компонентов? Давайте посмотрим. Если мы зайдем в компоненты и откроем хедер, то тут есть три файлика. HTML, JS и CSS. То есть, чтобы его подключить, я беру HTML, копирую туда, куда мне нужно. То есть, сюда из JS я вытаскиваю тот код, который мне нужен. И так же самое в стиле. И добавляю все это в... Дальше я покажу на практиках, как я это все добавляю, потому что сейчас это не имеет смысла, потому что все на примере хедера уже добавлено. Итак, хедер. Мы смотрим. Здесь все очень просто. У нас есть какой-то хедер, где есть логотип, где есть меню и бургер. Что нам это дает? А нам это дает то, что если мы... Вот изначально у нас уже есть такой хедер. То есть, где-то логотип, менюшка, которая там уже есть, какие-то базовые истории. От этого все можно убрать. Тут по стилям я сильно надуваться не буду. Я думаю, все, кто уже смотрит такой ролик и понимает, что такое галоп. Но рассказывать, как поменять вот этот ховер, нет смысла. Что дает, какое преимущество компонента хедер? Давайте посмотрим, если мы будем сужать страничку, то мы на каком-то этапе получим бургер меню. Самое прекрасное, что это бургер меню уже работает. Все. Бургер меню у нас в принципе готово. Нам лишь остается с нашего сайта все подогнать по стилям. Здесь я специально сделал такие базовые, минимальные, чтобы мы легко могли их изменить. И уже у нас было готовое меню. Повторяюсь. Как я работаю в боевых проектах, ссылочки на эти видео внизу. Можете посмотреть, как открыть любой ролик. Всегда мы начинаем с хедера. Вот просто взять и посмотреть, как я работаю. Беру этот компонент и уже делаю под любой сайт. Вот такая вот история. Мы за 2 секунды сделали уже готовое рабочее бургер меню. Представьте, сколько времени вы бы тратили на то, чтобы сверстать это меню, сверстать эту кнопочку, сделать эту анимацию и добавить работоспособность этому меню. Это нормально времени бы уходило. Я думаю, часа пол как минимум. А так мы раз-два и у нас уже все готово. Нам остается лишь перенести стили правильные из фигмы в наш файл. Тут я тоже старался кое-где добавлять какие-то такие комментарии. Тут все понятно, что вот хедер стайл, вот меню стайл, вот мобайл меню стайл и вот бургер стайл. То есть тут для всех элементов все понятно. Кто разбирается с CSS, то пару раз, если вы поработаете с этой сборкой, вы поймете, что там нужно менять. И это делается абсолютно очень просто. Окей. Хедер мы закончили. Я думаю, там больше нечего рассказывать. И давайте теперь уже по очереди подключать все компоненты, которые у нас есть. Дальше идет компонент аккордеон. Здесь такая же история. Но давайте сперва я в SCSS, в глобальных, для тега main, сделаю maxWidth. Или давайте я не буду делать maxWidth. Я просто добавлю внутри тега main контейнер. И внутри этого контейнера уже будем работать. Окей. Что нам нужно для того, чтобы подключить тот или иной компонент. В том числе и хедер, если он не подключен. Смотрите. План действий такой. Мы идем в компоненты. Открываем тот компонент, который нам нужен. Тут есть те файлы, которые нам нужны для этого компонента. У нас тут три файла. Мы открываем все три файла и делаем следующее. Мы берем аккордеон. И просто тупо копируем весь этот HTML. И сюда в контейнер куда-нибудь добавляем. Есть. HTML есть. Проверяем. Да, что-то уже есть. Прекрасно. Дальше мы берем стили. Я копирую эти стили. И вот тут теперь интересно, как нам лучше подключить эти стили. Мы можем просто, как я уже показывал, вот тут в стилях добавить какой-то импорт и импортировать вот эти файлы стилей. Но я делаю не так. Тут уже на ваше усмотрение. Я делаю вот так. Я не импортирую компоненты, то есть файлы из компонентов в основной проект. Я просто открываю этот компонент, беру все стили. Иду в тот файл, с которым мы будем работать. Допустим, если мы делаем главную страницу, у меня это файл Home. И сюда я просто переношу эти стили. То есть я не импортирую вот этот аккордеон. Я просто копирую и вставляю. Потом мы в самом конце рассмотрим папочку Build. И вы поймете, для чего я это все делаю. Все, я скопировал это. Сейчас смотрим. Вот у нас появились уже какие-то стили, но у нас еще нифига не работает. Потому что мы еще не... Так, аккордеон HTML закрываем. Аккордеон CSS закрываем. И у нас остался аккордеон JS. Просто копируем. Идем в JS. Помним, да? Это для подключения скриптов, а это для кастомных историй. Все, мы добавляем аккордеон. Окей. Переходим сюда. И теперь, кликая на эту всю историю, у нас получается уже вот такой рабочий аккордеон, в которой это нам секции FAQ и так далее. То есть вот такая уже... Нам остается только лишь добавить стили. По-моему, тоже комментарии какие-то есть. Да, тут есть trigger styles. То есть это вот вся вот эта вот история. Active styled. То есть когда оно активно. И для контента styles. То есть дальше вы уже его просто делаете под макет, который вам нужен для работы, который вам дали для работы. То есть основное здесь это база. То есть эти все компоненты, это база для того, чтобы уже на основе этих компонентов делать все под ваш сайт. Но задача, в принципе, сделать секцию с аккордеоном выполнена. Все. Раз-два, мы за две секундочки все это добавили. Теперь представьте, сколько времени уходило, если бы вы для каждого проекта писали это с нуля. Вот такая история. Окей. Аккордеон оставляем. Только давайте мы будем добавлять, наверное, какой-нибудь div. Ну давайте, пускай это будет page. Назовем page. И мы этому div. Я просто хочу добавить немножко отступов. Page. Мы сделаем padding 50.0. Вот так. Все. Аккордеон есть. Прекрасно. Окей. Следующий компонент у нас counter. Здесь только один файл JS. И что такое вообще этот counter? Это счетчик для анимации цифр. То есть мы давайте создадим еще один page. Я бы, конечно, как-то разделял бы. Чтобы как-то было видно, что здесь происходит. Counter. Здесь мы создаем div с id-шником num. Ну, допустим, давайте num1, потому что их может быть много. Все. Мы берем этот counter, копируем. Идем в JS. Помним, что нам нужен main.js, потому что мы здесь кастерные скрипты пишем. И добавляем эту историю сюда. Переходим сюда. И вот у нас поехал счетчик, который прекрасно работает. Только давайте сейчас... Мне это не нравится. Мы сделаем кое-что еще. Мы добавим ее в глобальной стиле. Мы сделаем page какой-нибудь... Вот тут h1. Font size 42. Вот так. И padding 20. И вот такая вот история. Все. Аккаунтер у нас при обновлении, как видите, работает. Мы можем здесь поменять значение. Конечно же, там, пускай идет до 2000, 3 секунды и с шагом 50. То есть, первый аргумент selector, второй аргумент конечные значения, третий аргумент время анимации в миллисекундах и четвертый шаг анимации. Сохраняем. Обновляем. И вот оно у нас поехало до 2000. Прекрасно едет. И это все настраиваемо. Их можно будет вызывать, этих функций, несколько для разных блоков. То есть, бесконечное количество раз. Это что касается каунтера. Окей. Едем дальше. Едем дальше. У нас идет дальше блок с GCEP анимациями. Здесь пока что просто обертка, оболочка. Поэтому мы сейчас это рассматривать не будем. По GCEP анимациям прошлый ролик можете посмотреть, как они работают. Здесь я пока, я уже после Нового года буду этим отделом заниматься. Хочу придумать какие-то тоже такие базовые штуки, которые я могу использовать постоянно. Хедер рассматривали. Инпуты. Теперь инпуты. Тут тоже не так много. Здесь радио кнопочка и чекбокс. Ну давайте мы возьмем радио кнопочку. Скопируем это. Здесь будет h1 radio button. И будет page. И сюда добавляем radio item. Его уже видно, но он пока стандартный. Для того, чтобы у нас добавились какие-то стили, мы идем в inputs. Тут тоже помечено radio button и чекбокс. Нам нужно radio button. Ок. Поскольку это компонент, мы идем в home, потому что мы его используем на главной странице. И вот так вот через copy-paste добавляем. И вот теперь у нас уже есть радио кнопочка. Если мы их сделаем две, раз, два. Все. У нас есть две кнопочки, которые мы можем уже переключать. И они кастомные. Они настраиваются. Там все просто. Давайте я сейчас посмотрим, где у нас. Ну допустим вот тут. Мы уберем border radius здесь. И border radius мы уберем, допустим, вот тут. Все. У нас они теперь будут квадратные. То есть это все настраивается. Можно сделать любые чекбоксы, стрелочки, галочки. Как хотите. Все в CSS настраивается. Так же самая история с чекбоксом. Копируем CSS для чекбокса в home. И так же мы копируем сам чекбокс. И добавляя его сюда. Давайте тоже несколько. Сделаем три чекбокса. Все. И вот они тоже есть. И прекрасно работает. Тут можно было написать inputs. Inputs. Тоже история, которая часто используется. И, как видите, кучу времени мы экономим. Окей. Так, анимации закрываем. Inputs закрываем. Идем дальше. Дальше модальное окно. Здесь история та же самая. Если у нас одно модальное окно, мы можем... Как это сказать? Если одно модальное окно, мы можем использовать какой-то базовый компонент, который, точнее, базовый элемент, который уже изначально есть в сборке. Если у нас модальные окна разные, то мы можем просто напрямую взять, точно так же подключить, как и подключали. То есть мы берем это, копируем. Идем сюда. H1 model. Делаем page. Добавляем этот HTML. Так же само мы берем отсюда SCSS. Копируем. В home. Добавляем его. И, соответственно, JS. Копируем эту историю. И идем в main.js. И добавляем это модальное окно. Здесь мы по функциям не пробегаемся. Тут четко, что мы понимаем, что... Первый аргумент это кнопка, при клике на которую будет вызвано это модальное окно. Второй аргумент класс самого модального окна. И третий аргумент кнопка, при клике на которую мы будем закрывать это модальное окно. Смотрим, что у нас получилось. Листаем сюда. У нас есть вот такая кнопочка Open Model. Мы нажимаем сюда. И у нас открывается модальное окно, где мы можем уже его стилизовать. И превращать его в более красивый и по дизайну. Так же самое он закрывается при клике на крестик. И он закрывается при клике просто вот сюда на вот эту вот затемненную область. И таким образом мы можем создавать эти модальные окна. И их может быть несколько, их может быть один. Как угодно. Суть в том, что мы опять сэкономили кучу времени на всей этой истории с кодом. Я думаю это довольно таки интересно и полезно. Ну я вам так скажу. Я не думаю, я знаю. Потому что это очень много времени экономит. Так, модалку закрываем, модалку закрываем, модалку закрываем. Идем дальше. Phone Mask. Открываем Phone Mask HTML. И для того, чтобы этот плагин работал, нам нужна HTML. Но, по сути, нам подходит любой input, просто к которому нужно добавить класс Phone Input. То есть мы можем просто скопировать эту историю. Давайте в индекс. Phone Mask. Так, а я неправильно сделал. Это должно быть не комментарий, а H1. Вот так. Page. И мы добавляем этот input. Его не видно, потому что в стиле сброшены. Ну давайте просто добавим style. Так, border 1px solid black. Чтобы мы просто видели этот input. Все, у нас этот input есть. Но, конечно же, он еще ничего не работает. Потому что у нас там есть второй файлик. Это у нас JS. И для подключения этого плагина, здесь тоже есть варианты. Вот сам плагин iMask. И мы можем подключить его через npm или через cdn. Поскольку я выбираю вариант cdn, просто я копирую эту ссылочку cdn и добавляю ее вот сюда. Мы ее добавили. Теперь мне остается лишь вызвать эту функцию. Мы копируем эти данные. Давайте это будет init. init phone mask. Все, мы это копируем, эту историю. И добавляем ее в наш JS. Сохраняем. Обновляем. И начинаем вводить номер. И мы видим, что уже четко у нас вводится маска, которая зашифрована вот тут. То есть мы можем ее менять как угодно. И она уже прекрасно работает. Все, мы больше никакие символы не можем вводить. У нас закончилось место. Видите, я сейчас не ввожу никаких плюс 3, 8, 0. Я нажимаю сейчас единичку. Вот у нас поехало. Или там, да, нам номер начинается с 0, 0, 50. И дальше там поехало. То есть вот так работает этот плагин. Фон маск закрываем. Фон маск закрываем. Идем дальше. Select. Здесь я тоже немножко доработал. И давайте посмотрим. Процесс тот же. Копируем HTML в индекс. Здесь мы сделаем H1 select. И сделаем page, где добавим наш select. Ок. Дальше нам требуется SCSS. Добавляем его в Home. И нам еще потребуется JS. Потому что все самое интересное находится в JS. Идем в Main.JS. И добавляем этот select. Возвращаемся сюда. Вот мы видим вот такой вот базовый select, где мы можем что-то выбирать. Здесь он у меня сделан на базе переключения языка. Что наиболее, наверное, часто встречается в тех сайтах, которые я делаю. Здесь есть просто два варианта, потому что здесь больше нет смысла их делать. Которые вы уже видите. Я могу их подключить. Yes, En. И если мы посмотрим в консольку. То тот элемент, который мы выбираем. Так, нажимаем All. Сейчас выбран En. Давайте почистим консольку. Выбираем другой. Yes, Yes. То есть это испанский, английский. Испанский, английский. Это первый вариант данного select. Что он еще умеет? Ну, понятное дело, placeholder. Либо же он имеет сразу выбранный элемент. Допустим, изначально у нас стоит английский язык. По умолчанию. И мы сразу видим, что у нас английский выбран. Мы можем просто переключать. Это первая реализация данного select. Но здесь кое-чего не хватает. Очень часто бывает, что вот... Поскольку вот здесь у меня пример с языком. Что четко он это описывает. То, что возле языка бывает значок флага. То есть флаг той стороны, язык которой мы выбираем. Для того, чтобы добавить здесь картинку, есть такая история. У меня здесь есть параметр withImage. Мы его меняем из false на true. Так, мы изменили на true. И давайте смотреть. И вуаля, у нас прекрасно все сработало. И теперь мы нажимаем сюда. У нас есть картинки. И мы можем это менять. То есть и картинка меняется и здесь. Здесь все четко отрабатывает. Все отлично отрабатывает. И в консольке тоже все уводится. Теперь, что нужно для того, чтобы это все нормально работало. Я здесь описал более такой подробный гайд, как это должно работать. Но суть в том, что у нас есть какой-то айдишник и картинка. То есть айдишник должен совпадать с названием картинки. То есть, допустим, мы там берем айдишник у нас en. То и картинку я в папочке image.select называю en.png. Если вам нужно какое-то другое расширение, пожалуйста, мы меняем его тут. Тут все, короче, описано. Что мы его меняем тут и меняем также в select. То есть вот тут select. Вот тут мы тоже поменяем не на png, а на svg. Но зачастую я использую png. Вот. Для того, чтобы добавить новое поле, мы добавляем третий блок и у нас он появляется. Только единственное, что нам останется, допустим, если мы хотим там уже картинку язык третий, то мы добавляем, допустим, это будет ua. И картинку мы закидываем в папку с названием ua.png. ua. И тут будет ua. Сохраняем. И тогда, когда вы закинете туда картинку, она будет работать так, как вам нужно. То есть у вас просто будет картинка с флагом Украины. Вот таким образом, в принципе, работает the select. Это основные моменты, которые здесь нужны. Я весь в код вдаваться не буду, потому что он тут довольно-таки большой. Но суть в том, что очень просто. Мы можем либо сделать с картинкой, либо вернуть без картинки. Тогда давайте его берем, третий элемент оставим. А здесь где визимидж ставим false. Сохраняем. Сохраняем. Selected1 тоже, допустим, не нужен. Все. У нас все убралось. Картинок нет. Все отлично, как работало, так и работает. То есть вот таким образом мы быстренько делаем кастомный select, с помощью которого потом уже можно управлять, потому что у нас все сохраняется в input. То есть у нас все эти данные есть, и мы можем уже потом с ними делать все, что угодно. Вот такая вот история с select. Дальше. Что у нас идет дальше? Дальше step form. Step form тоже частая история. И давайте мы посмотрим, что это такое. Select. Это будет так. H1. Step. Form. Page. И сюда добавляем историю с HTML. CSS. И, конечно же, JS. Идем в main.js и добавляем куда-нибудь сюда main.js. Окей. И вот такая сторона у нас появляется. Что мы тут видим? Часто есть такие сайты, у которых есть мультиформа при шагах, где нам нужно эту всю историю собирать данные. Это первый шаг, второй шаг, третий шаг, четвертый шаг, пятый и шестой шаг. Здесь я сделал только анимацию и переключение шагов, только лишь потому, что больше остальные все элементы по поводу сбора данных. Я не могу предвидеть, как форма будет выглядеть, как я буду собирать данные, что там нужно будет собирать. В принципе, я это предвидеть не могу. Я могу четко предвидеть, что у меня есть шаги, и мне нужно ее просто переключать. Есть количество шагов, я их переключаю. Конечно же, не все формы выглядят так, как это. Не все. Далеко. Это не очень уникальное решение, но это решение, которое помогает мне как минимум сэкономить время на том, чтобы сделать это переключение. Но в основном формы примерно так и выглядят с шагами. Либо пишут 1, 2, 3 просто без анимации, просто цифрами, значениями. То есть это тоже довольно-таки хорошее решение, и частенько оно попадается. Видим, что когда приходим на последний шаг, у нас кнопка уже не работает. Когда переходим на первый, у нас кнопка назад не работает. То есть все динамически работает, и с этим уже можно работать. Вам остается лишь дописать, как минимум. Вам уже не приходится писать с самого начала. Вам остается дописать. Потому что это такое решение, что уже действительно не очень оно уникальное, но все равно я решил это добавить, потому что мне это часто попадается. Дальше свайпер. Здесь ничего необычного, мы его рассматривать не будем, потому что здесь тупо обычное нулевое, обычное дефолтное значение из сайта свайпер. То есть я просто взял эту библиотечку. А нет. Давайте, наверное, мы что-то подключим, потому что... Я думаю, я думаю, я думаю. Смотрите, как подключается свайпер вообще в принципе у меня здесь. Все очень просто. У нас есть JS. Scripts. JS. Теперь можно подключить саму либу. Мы идем сюда. Идем в либс. И тут есть свайпер. Все, JS мы подключили. То есть это как обычное подключение свайпера из сайта. Тут нет ничего супер навороченного, просто я все эти файлы из сайта вытащил в файлы локальные. Все, подключили либу в JS. Также нам нужно ее подключить в стилях. Вот тут есть либс, свайпер. Мы подключаем это. Все, свайпер у нас готов. Нам остается лишь добавить эту разметку. Ну давайте попробуем. Что-то добавим. Берем HTML. И давайте сюда, как для примера, H1 это будет слайдер. Давайте свайпер. Свайпер. Page. Добавляем эту всю историю. И HTML добавили. И JS тоже добавляем. Добавляем JS. Смотрим сюда. Все, у нас там слайды есть уже. Видим 1, 2, 3. То есть все работает, все прекрасно. Это базовое, тупо с нуля, просто дефолтное значение с сайта свайпер.js. Просто я эту библиотечку перенес себе локально. И теперь мы уже можем с ней что-то придумывать, что-то работать. Все, дальше настраивать как хотите. И так далее. То есть все работает, все переключается. Ну что стили нужно добавлять, потому что это все без стиля. Это базовая история. Теперь все это нужно стилизовать. Но вот таким образом подключается в данной сборке свайпер. Так, Stepform, свайпер, свитч. Что такое свитч? Смотрим. Так, свайпер закрываем, закрываем. Скрипт закрываем. Идем в индекс. Так что ж. Свитч. Добавляем его. Что там еще у нас есть? Свитч SCSS. Так, не в styles, а в home. Потому что мы это все добавляем в home. Сохраняем. Смотрим. Что такое свитч? Это обычный чекбокс, который тоже часто бывает. Допустим, нам нужно изменить тему со светлой на темную. И при помощи этого чекбокса мы спокойно это делаем. Потому что это изначально в верстке как чекбокс. То есть мы можем отследить состояние этого чекбокса. И уже на основе этого состояния менять, допустим, тему сайта. То есть вот такая вот история. В принципе, вот так это работает. Тоже времени экономится куча. Подключается очень быстро. Вам остается лишь потом в стилях. Тут я тоже пометил немножко, что просто вы дописываете стили. И все. Допустим, мы тут не хотим, не только хотим. Red. Все. Теперь он сейчас будет... А, я не там изменил. Вот тут. Допустим, мы делаем тут не такой, а Red. Все. Мы переключаем и становится красным. То есть там уже сами потренируйтесь. Но суть в том, что очень хорошо. И просто это все подключается и работает. Окей. И нам остается лишь там один компонент. Это, конечно же, табы. Табы часто история. Табы часто попадаются. Табы раз. Стили. Тоже сюда ниже добавляем. И что там еще? JS, конечно же. То есть тут тоже, как видите, есть немножко стилей. И чтобы это постоянно самому не писать, вы раз, два, три за три секунды все накидали. Сохраняем. Смотрим. Вот у нас есть вкладки, то есть сами табы и контент этого таба. Один, два, три, четыре, пять. Два, один, четыре, пять, три. Все прекрасно переключается. Все работает. И вам остается лишь просто создать стили, которые у вас по макету. По макету. И теперь самое интересное, что мы еще имеем с этого всего. Смотрите, у нас такой большой, аж обширный файлик получился. Куча, куча всего. Давайте мы теперь всю эту историю закроем. Всю эту историю закроем. В принципе, мы с разработкой завершили. Мы можем уже там, все это наш крутой сайт, и мы можем передавать его заказчику, как готовый продукт для продакшена. Для этого у нас уже подготовлена папочка Build. Мы открываем эту папочку, и мы видим, что, во-первых, здесь нет папочки Components. Именно поэтому я не импортирую ничего с компонентов, я сразу добавляю файлы, и оно все добавляется. Смотрим теперь по порядку. Index File. Мы видим, что подключаем эту историю. Видим, что здесь уже нет никаких, этих, как они называются, Includes, потому что это уже Production. Все, тут просто файлы. И подключенные стили, и скрипты. Дальше JS. Вот это самое интересное. Ну, не только тут, но и тут тоже. Во-первых, тут есть Scripts.js. То есть, это тот файл скриптов, который мы получаем в конечном итоге. Поскольку мы тут подключали еще библиотеку, она тут тоже есть, но если мы пролистаем ниже, 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 то мы увидим, когда библиотека закончится, мы увидим просто наши скрипты кастомные, которые мы добавляли. Это такая история, когда нам нужно что-то изменять, много чего, на всякий случай. Ну, вдруг там что-то нужно изменять уже потом при ходе работы, обрабатывать как-то формы, то такой вариант нам подходит. Но, изначально подключен у нас, если мы посмотрим, то подключен Scripts.min.js. Это сделано для того, чтобы я, когда передаю заказчику свою работу, все файлы скриптов и стилей сжаты. То есть, мы подключаем по умолчанию минимальный. То есть, он полностью сжатый. Тут, как видите, вы ничего не разберетесь, как эту всю историю изменять, что-то здесь и так далее. Поэтому, я отдаю две версии файлов. Один разжатый, то есть, обычный файл. И, ну, это библиотека, понятно, она изначально сжата. То есть, обычный файл, где мы можем, где заказчик может спокойно что-то менять. И минимизировано, если вдруг сайт такой, где, в принципе, ничего менять не нужно. Это что касаемо скриптов. Дальше, картинки понятно. Кстати, картинки эта сборка не сжимает. Она может сжимать в галп-файле. Это все есть. Где-то тут вот images. Где-то тут есть. Вот, images compress. То есть, через команду gulp-img оно сожмет. Но я четко заметил, что ручное сжатие картинок через какой-нибудь сервис гораздо лучше, чем через вот такой плагин. Поэтому, возможность есть, чтобы сжать картинки, мне нужно выполнить команду gulp-img. И оно сейчас будет сжимать. Ну, там просто нечего у нас сжимать. Один килобайт сэкономило. Уже картинок нет. Но я предпочитаю вручную это все-таки делать. Окей. С картинками понятно. Теперь CSS. Вот тут тоже очень довольная интересная история. Во-первых, конечно же, есть сжатый файлик со всеми стилями. Но, но, что здесь примечательно? Давайте мы сейчас вернемся на шаг назад. И я покажу, что здесь примечательно. Давайте мы сделаем следующее. Мы пойдем... Вверх у меня есть дополнительные сниппеты, которые я использую. Я сейчас покажу, что это за сниппеты. Тут парочку сниппетов, которые я просто использую. Я могу их передать, могу не передавать, как хотите. Первый сниппет это у меня на секцию. Если я делаю секцию, то я... Ну, вы можете посмотреть ролики, как я называю секции. Я называю S, Tab. И я могу сразу тут писать название секции. Допустим, секции About. About. И уже дальше я делаю там About. И пошло-поехало. То есть, вот таким образом. Просто это у меня статические данные, которые постоянно... Там, секция... У меня всегда выглядит так, что секция как-то называется. Но три зачастую контейнер. И чтобы сократить, я сделал для этого сниппет. Еще там у меня сниппет есть. Ну, все остальные потом на CSS. Да, все остальные на CSS. И давайте мы для примера пойдем в Global. SCSS. Global. Где у нас есть H1. И смотрите, такая история. Есть несколько сниппетов у меня для быстрой адаптации всего этого. QA. Я нажимаю Tab. И тогда у меня... Это в случае, если у меня есть в дизайне брейкпоинты на каждый девайс. То есть, там ПК, планшет, телефон и так далее. Если у меня четко дизайны отрисованы, то я могу использовать сниппет QA. И сразу делать адаптив к всем экранам. Редко такое бывает, когда есть на все экраны. Поэтому у меня есть отдельный сниппет, который через... Просто через Q-шку, QTab. И у меня здесь сразу такой сниппет, где я указываю брейкпоинт. Допустим, 7, 6, 8. И я дальше уже там пишу... Давайте сделаем все-таки на все экраны, для примера. Смотрите, вот... Да, и дальше я тут пишу уже там фонсайз и так далее. Но в чем фишка вообще всей этой истории? Что я вам хочу показать? Если я делаю QA... Допустим, на 1450 я хочу сделать фонсайз 40. Здесь фонсайз 36. Здесь там фонсайз 32. Здесь фонсайз 24. Вот так. Смотрите. История в том, у нас есть в контейнере все эти брейкпоинты. Точно так же они повторяются вот тут, в стилях. Теперь, казалось бы, дублирующийся код, зачем такое нужно? Давайте теперь посмотрим, как это выглядит в итоге. Во-первых, ну, подключается у нас, конечно, сжатый файлик. Тут мы этого всего не увидим. Но если мы посмотрим второй, который не сжатый, в котором можно вносить изменения, мы листаем и давайте найдем здесь H1 наш. H1. Мы видим, что тут ничего нет, нет никаких брейкпоинтов. И вот тут, где написали внутри кучу брейкпоинтов, их тоже нет. Почему их нет? Да потому, что плагин галпами настроен так, что плагин все эти брейкпоинты ищет по всему документу и добавляет их в конец. То есть он вытягивает все эти брейкпоинты. И мы четко видим, что мы в стилях давали... Вот здесь у нас есть брейкпоинт, допустим, 700. И вот тут тоже есть брейкпоинт 700. И мы видим, что в стилях у нас на брейкпоинт 700... Вот, 767. Потому что у него... Где wars? Это он называет 768, а по факту он 767.98. То есть и на этот брейкпоинт мы видим, что и контейнер, и H1 находятся в этом брейкпоинте. То же самое и здесь. То есть история в том, что мы можем везде, мы можем в каждом элементе вот так делать брейкпоинт и ставить там паддинг 30.0. Давайте сделаем тут 7.6.8, чтобы мы видели. 7.6.8. Мы просто добавили еще плюс один брейкпоинт, но в конечном итоге мы эту историю просто получаем внутри одного брейкпоинта, который находится внутри нашей страницы. То есть у нас не будет в исходном коде, да, в глобальном, вот таких вот историй, что будет в каждом этом куча медиазапросов. Нет, он будет один, и внутри него будут помещаться те элементы, которые к нему относятся. Вот такая вот история. И, ребятки, еще раз повторюсь. Там еще у меня сниппеты есть на псевдоэлементы. Давайте там. Автор. Это AF. То есть базовая позиция, здесь позиция и контент. И так же самое B4, B, и то же самое та история. Просто для того, чтобы быстрее что-то делать. На этом, в принципе, ребятки, обзор на сборочку, наверное, закончен. Смотрите, история крутая. Смотрите, сколько моментов. Мы сколько времени, мы на всем этом экономим. Вы просто себе, наверное, при просмотре этого ролика, вы не поймете. Вы это поймете, когда вы с такой же историей поработаете сами. Это куча времени экономит. Это суперполезно, суперклассно. И повторюсь снова. Вот эта вот моя сборка, это не панацея. Вы можете, просто посмотрев данный ролик, сесть и написать для себя что-то такое подобное, которое вы потом будете переиспользовать. Я рекомендую так сделать, если вы не хотите оплатить минимальную стоимость за эту сборку. Вы можете это сделать, можете посмотреть. И просто для себя, может вам просто неудобно компоненты подключать таким образом, как я. Когда вы там по-другому это видите. Вы можете все это сделать. И я вам настоятельно рекомендую это сделать. Ребятки, хочу сразу ответить на один вопрос. Почему она так редко обновляется? Почему так мало всего в ней есть? Якобы на ваш взгляд. Я отвечу. Она обновляется редко, потому что я не хочу сюда пихать все, лишь бы было. То есть здесь у меня эта сборка, она с опытом. Я что-то добавляю, что-то удаляю. Она меняется. И поэтому я не пихаю сюда все подряд. То, что здесь в ней есть, я использую в 95% случаев, мне этого хватает. Почему мне этого хватает? Объясню. Потому что я в своей работе не беру какие-то сложные дашборды или интернет-магазины. Мне просто не хочется заниматься вот этим, сидеть часами и все это делать. Потому что вы, думаю, сами понимаете, что верстать интернет-магазин гораздо сложнее и дольше по времени, чем какой-нибудь корпоративный сайт или тот же лендинг. Поэтому интернет-магазины я в принципе просто не беру. Поэтому у меня в этой сборке нет никаких там звездного рейтинга, нет никаких там слайдеров для цены вот этих инпутов и каких-то особых каруселей для товаров. Всей этой истории нет попросту, потому что мне это не нужно. Просто добавлять, чтобы оно было, я не буду, потому что поскольку я не верстаю интернет-магазины, я не могу сделать какое-то универсальное решение, один какой-то базовый компонент, как у меня вот все тут будет устроено. И сделать из него вот именно базу, от которой мы потом сможем отталкиваться, потому что для того, чтобы эту базу мне подготовить, мне нужна какая-то практика в интернет-магазинах. А я попросту не хочу этим заниматься, вот не хочу и все. Поэтому здесь добавляется только то, что вот решает конкретно мои задачи, ну и задачи тех, кто приобретает эту сборку, чтобы ему тоже ускорить свою работу. Вот, я надеюсь, что я объяснил, почему она так редко обдавляется, потому что мне не попадаются такие элементы, которые часто используются, чтобы я мог добавить сюда еще, чтобы это было универсально и подходило под каждый проект. Если такое что-то есть, может я просто что-то забыл, мне не попадается, вы можете об этом писать в комменты, я буду рассматривать, но опять-таки я не обещаю, что это будет добавлено, потому что я исхожу из практики, из своего опыта. Как получить эту сборку? Смотрите, ребят, сейчас все понимаете, что в Украине идет война, и поэтому я решил сделать доброе дело при помощи этой сборки. Если в прошлом году я эту сборку раздавал бесплатно, сейчас есть несколько вариантов ее получить. А теперь, ребятки, как же это все получить и почему я сказал в начале ролика, что я хочу сделать что-то полезное и хорошее. Потому что, полезное и хорошее, это потому что я деньги, которые я выручу за этот ролик, за эту сборку, которую я получу, я все отправлю в фонд поверны с живым на поддержку нашей армии, потому что у нас идет война, и нам нужно максимально помогать каждому, кто как может. Я регулярно это делаю со своих денег, регулярно делаю донаты, чего и вам рекомендую, если у вас есть такая возможность. И поэтому вот эти деньги, которые я получу за эту сборку, я отправляю в фонд поверны с живым. И сейчас сразу хочу сказать, что будет два варианта для тех, кто доверяет мне, и для тех, кто не доверяет. Я понимаю, что нельзя быть таким человеком, которому все доверяют, может быть даже мне никто не доверяет, я этого знать не могу, поэтому есть вариант для тех, кто не доверяет мне. Итак, для тех, кто доверяет, я думаю, может хоть парочка таких есть, то есть два варианта. Первый вариант, я добавил кнопочку спонсировать, это для тех, кто не хочет заводить аккаунт на Patreon, чтобы получить эту сборку, просто скачав с Patreon. Спонсорство стоит 100 гривен, то есть это 2,5 доллара, я думаю, это немного, а поскольку эти деньги идут на благое дело, я считаю, что это в принципе нормально. Как это работает? Вы становитесь спонсором, потом вы пишете мне в Instagram, вот тут ссылочка в шапке канала есть, вы можете перейти, давайте я покажу, как выглядит мой Instagram, чтобы вы не попутали. Вот так выглядит Instagram, вы мне пишете сообщение с именем, под которым вы становитесь спонсором, я смотрю, если вы действительно спонсор, то я вам сбрасываю ссылку на эту сборку. Так это работает, если через спонсорство, через Patreon, там все проще, там вы просто подключаете подписку и там вы можете просто скачать эту сборку, то есть мне даже писать не надо, вы там можете скачать, там будет ссылка и вы просто скачаете архив. И третий вариант для тех, кто мне не верит, наверное, для большинства, опять-таки, это вариант такой, вы лично сбрасываете любой донат на сумму от 100 гривен на какой-то фонд в поддержку ЗСУ, в поддержку Украины. И когда вы сделали этот донат, то мне нужен скрин с подтверждением, что вы его действительно сделали, то есть, допустим, я пользуюсь монобанком, там, когда ты пополняешь эту банку, там, повернитесь живым на фонд, на благоденесть, то там есть, там показывается, что вы там отправили столько-то, столько-то в такой-то фонд. Вот я вот не знаю, как просто выглядит это все в остальных банках, но вот я хочу именно такой скрин, чтобы я точно понимал, что вы отправили донат в поддержку армии и за это я вам дам эту сборку. То есть, это вариант для тех, кто мне не верит, вы напрямую кидаете деньги туда и я вам эту сборку даю. Не даю я ее бесплатно, только лишь потому, что действительно на стране идет война и я хочу сделать доброе дело, чтобы вы помогли каждой армии. Если вы занимаетесь IT, там, работаете на фрилансе, в компании неважно, я думаю, 2,5 доллара для вас немного. И для тех, кто, опять-таки, мне не верит, что я потом после этого всего скину на ЗСУ, то просто кидайте напрямую на ЗСУ и давайте мне об этом подтверждение и сборка будет ваша. А на этом данный ролик подходит к концу. Желаю всем хорошо встретить Новый год, мирного неба над головой, всего хорошего, пока-пока.